Дмитрий Стешин, «Комсомольская правда». Владимир Владимирович, журналист на передовой, он не всегда задаёт вопросы, часто ему задают вопросы, потому что он как бы выходец из большого мира. И вот с октября меня начали спрашивать бойцы о так называемой зерновой сделке. Я немного что им мог объяснить, я просто понимал, что это для них какой-то большой раздражитель и белое пятно. Я им объяснял, что в основе этой сделки и наши лежат интересы вывоз продукции на Запад, интересы бедных стран, которые должны получить зерно. Но я понимаю, что наши интересы в этой сделке не соблюдаются, плюс есть опасения, что через коридоры безопасности будут завозить оружие, используют их для атак на Черноморский флот и так далее. Я, по сути, переадресовываю вопрос с передовой вам, нужна ли нам эта сделка. И если наши интересы в ней не учитываются, может быть, стоит её расторгнуть? Честно говоря, для меня неожиданный вопрос. Не ожидал его, такой вопрос услышать. Наверное, для ребят, которые воюют, непонятно, зачем мы там выпускаем это зерно. Понимаю, согласен. Понимаете, ведь мы это делаем не для Украины, мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке, потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира. Правда, да, и при этом нам было обещано, что и наше зерно не будет подвергаться таким репрессиям, если можно так выразиться, не будут создаваться, чиниться препятствия для его экспорта. Но, к сожалению, нас в очередной раз обманули. Ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, имеется в виду страхование, имеется в виду платежи, имеется в виду подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Много там всяких было условий, которые должны были западники исполнить под руководством Организации Объединённых Наций. Не сделано ничего. Но, тем не менее, мы несколько раз эти договоренности продлевали. Ещё раз хочу сказать, в интересах дружественных стран. Всем понятно, что это соответствует нашим тоже интересам, сохранять добрые, хорошие, доверительные, устойчивые отношения с той частью мира, которая не поддерживает агрессивные действия Запада и их сателлитов на Украине в отношении России. В этом наш интерес – хорошее отношение поддерживать. Кстати говоря, не знаю, анонсировалось или нет, сейчас в ближайшее время ожидается приезд в Россию лидеров нескольких африканских государств. Мы договорились пообсуждать текущие вопросы. Наверняка речь пойдёт и о этой зерновой сделке. Но это прежде всего исходим из этих соображений. Но выясняется, что из всего объёма поставленного зерна украинского только 3 с небольшим процента пошло в беднейшие страны мира. Там немножко колеблется это 3,4, 3,2, потому что в зависимости от того, куда очередной сухогруз уходит, там этот корабль с зерном, это чуть-чуть меняется. Но в целом где-то 3 с небольшим процентом. Значит, 40 с лишним процентов идёт во вполне благополучные страны Евросоюза. Они главные получатели украинского зерна. Оно подешевле, они получают, и им хорошо, и украине деньги за это платят. На сегодняшний день я могу ошибиться, но мне кажется, что это основной источник валютных поступлений для Украины. У них всё остальное практически развалилось. Про промышленность я не говорю, промышленность всё останавливается. Я не знаю, что они производят ещё. Вот была сельхозпродукция и металлургическая промышленность, трубная часть. Металлургическая, поскольку там электроэнергии нет, она фактически останавливается. Машиностроение останавливается. Судостроение давно развалилось ещё до СВО. Значит, авиапромышленность развалилась до СВО. Производство двигателей развалилось. Основные источники доходов – вот была металлургическая промышленность, которая всё прекращает существование, и сельхозпродукцию, которую они экспортируют, вот в частности зерно. Мы это понимаем, но мы сознательно пошли на это в третий раз для того, чтобы поддержать развивающиеся страны, наши, наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Это первое. Второе. Что касается стран Африки, то к ним тоже почти ничего не приходит. Поэтому мы сейчас думаем на тему о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более, что вот эти коридоры, по которым идут корабли, они постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников. Я не знаю, мне наоборот давало это или нет. Буквально вчера или позавчера наш корабль, который охранял турецкий поток, трубу газовую, который идёт в Турции, на него была совершена атака. Четыре беспилотника, ну, полупогруженных. Три уничтожили, четвёртый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого ещё четыре беспилотника. В это же время мы видели в нейтральной зоне, правда, висел беспилотный стратегический аппарат стратегической разведки США. Судя по всему, он корректировал корректировал действия этих беспилотников. Вот Соединённые Штаты всё больше и больше практически напрямую погружаются в этот конфликт и провоцируют серьёзный международный кризис в сфере безопасности. Потому что корректировка действия беспилотников, которые нападают на наш военный корабль, всё-таки это серьёзная вещь. И они должны знать, что мы об этом знаем. Мы ещё подумаем, что с этим делать на будущее. Но в целом вот такая штуковина. Так вот, что касается этой зерновой сделки, то мы думаем о том, чтобы прекратить там наше участие. А второе, тот объём зерна, которое получали беднейшие страны, а это, повторяю, 3 с небольшим процента, мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо всё пообсуждать, в том числе, когда наши друзья приедут из африканских государств, сейчас скоро, совсем скоро. Ну, я с ними тоже посоветуюсь, как поступить. Спасибо большое.